Йоу, и взяв чашу, и благодарив, подал ее и сказал, пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя, нового завета, изливаемая для многих восстановление грехов. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 27 по 28 стих, первый век нашей эры, Евангелист Матфей. Wash us in the blood. Рэпер Канью Мари Уэст, 21 век нашей эры. Йоу, я ничего не понимаю, но это прослушка на тостере, меня зовут Сэм, давай, ребят. В 2019 году Канью Уэст презентовал свой девятый сольный альбом под названием Jesus is King, или Иисус есть король. Альбом был выполнен в неожиданном для Канью Уэста жанре госпол рэпа и стал своего рода манифестацией духовного преобразования артиста. После релиза Канью Уэст пообещал больше не пропагандировать греховные идеи в своем творчестве, но сосредоточиться на распространении благовести Евангелия. Ровно через год Канью Уэст объявил, что работает над своим десятым сольником под названием God's Country, или Страна Бога. И Wash us in the blood как раз таки первый сингл с грядущего альбома. Известно, что над этой пластиной Канью Уэст будет работать совместно с легендарным доктором Дре. Любопытно, что эта коллаборация станет первым в истории этих двух артистов. В 2019-м Канью Уэст сам прокомментировал это событие такими словами. Мне нужно было обратиться к Богу, чтобы наконец-таки поработать с доктором Дре. Любопытно, что мне нужно сделать, чтобы однажды поработать с доктором Дре? Канью Уэст снова использует рваный ритм и спецэффекты, индустриальные звуки в течение всей песни, прием которой он использовал на своем ставшем классическом и экспериментальном релизе 2013 года. Однако основу ритма бита составляют звуки африканских барабанов, которые мы слышим сначала практически в соло в начале песни, и затем, начиная с середины, они усиливаются басом. Этот стиль можно отследить ко временам, когда Канью Уэст работал над альбомом Янди. Альбом, который он создавал в Африке, однако так и не закончил, и сосредоточился, перешел на работу на Jesus is King. В продюсерских кредитах к этой песне целая команда. Здесь и частый коллаборатор Канью Уэст Букс, который поработал над многими песнями из предыдущего Jesus is King. Здесь и малоизвестный A.G. и дуэт F&Z. Здесь и легендарный Ронни Джей Т, которого мы слышим в самом начале песни. Продюсерский кредит самого Канью Уэста и миксинг от Доктора Дрэп. Клип к песне был срежиссирован американским художником Артур Яффа. Артур известен за свою любовь к инструменту коллажирования, в котором он и выполнил этот клип. Основная часть материалов, использованные в клипе, это реальные путажи, которые Артур нашел в интернете, собрал воедино для того, чтобы передать главный посыл этого клипа, а именно «Посмотрите, что вы делаете, люди». Внутри клипа очень много отсылок и комментариев, но я бы хотел остановиться на трех ключевых. «Смотрящие» и история того, что весь клип построен вокруг главного героя или персонажа, который наблюдает за миром людей. Учитывая религиозную подоплевку самой песни, напрашивается вывод, что этот персонаж или этот «Смотрящий» никто иной, как образ Черного Иисуса. Black Lives Matter и история того, что в течение всего этого клипа мы видим использование ключевых моментов, которые запустили глобальную акцию BLM в этом году. Начинается клип с эпизода «Во Флориде», где мы видим, как полицейский агрессивно толкает одного из митингующих. Особенность этого эпизода в том, что сразу же другой сотрудник полиции сделал первому выговор, и в итоге этот первый агрессивный полицейский был уволен с работы. В середине клипа мы видим бегущего парня. Это история Армада Обри, который в феврале этого года был застрелен двумя белыми американцами во время пробежки. Особенность этого эпизода в том, что убийство тщательно скрывалось в течение 74 дней, так как один из убийц в прошлом работал сотрудником полиции. И последний момент на парте Трэвиса Скотта мы видим молодую Бриона Тейлор, которая была застрелена в марте этого года. Особенность этого эпизода в том, что полиция пришла с обыском в дом Бриона Тейлор, подозревая ее в трафике наркотиков, убила ее, пока она спала в своей кровати, а оказалось, что Бриона Тейлор всего лишь молодая медсестра. 2020 год, и хотя клип и состоит из футажей различного срока давности, тем не менее трудно отделаться от ощущения, будто бы весь клип является комментарием на ужасы, происходящие в этом году. К тому же мы видим отсылки на 2020. Это убийства про американцев, майские погромы в США, Sunday Service и видео, в которых показывается то, как люди задыхаются насмерть от... Ну а если ты обратил внимание на цитирование, на легендарный клип Кенри Каламара «Element», то поставь сам себе лайк, можешь похлопать, я даже постою, подожду. Слова к песне являются классическим примером госполу гимна о прощении грехов, где Канни Уэлл задает главную мысль на припеве. «Омой нас в крови». Это обращение к Иисусу Христу, к Мессии, который благодаря своей жертве на кресте заместил старый иудейский закон жертвоприношения животных ради искупления грехов на новый, согласно которому достаточно обратиться к имени Христа или, образно говоря, омыться в его крови. Затем Канни добавляет немного социально-политического комментария на втором куплете этой песни. «Омой нас в крови, всю жизнь были преступниками, не было выбора, продавали наркотики, геноцид, вот его последствия, рабство, вот его последствия, массовая инкрасарация, вот его последствия, еще одна загубленная жизнь, прошу отмени, прошу забери». Несмотря на то, что в 2018 году Канни Уэст выступил с очень неоднозначным заявлением о том, что рабство было выбором афроамериканцев или что-то в этом роде, здесь мы видим Канни Уэста, который признает эффекты того ужасного преступления против человечности и просит Всевышнего отменить, забрать эти последствия. Затем Трэвис Скотт где-то на своем куплете читает о том, что в 30 штатах США все еще практикуется казнь людей, и это можно было бы увязать с политической активностью Ким Кардашиан, которая поспособствовала помилованию некой Эллис Мэри Джонсон в 2018 году, но я не буду об этом говорить, потому что мне кажется, присутствие Трэвиса Скотта на этой песне не обязательно. Ставь лайк этому ролику, напиши в комментариях, как тебе эта песня, это был Сэм, Тостер, Прослушка и о мой на Всевышних Сонник. Субтитры сделал DimaTorzok